Добрый вечер. Презентация называется «Ядерная медицина глазами и физика». Нормально? Хорошо. Почему физика? Потому что я на самом деле не врач и не биолог. Сейчас добавлю. Он как висит, так висит. И когда я готовился к этой лекции, я решил посмотреть, насколько тема радиации соотносится с темой медицины в глазах обывателя. Потому что я полагаю, что аудитория неподготовленная. И таким образом я это сделал следующим образом. Окей, Яндекс, покажи картинки по запросу радиация. Что мы видим? Чернобыль, Фукусима, там же была. Это мутанты, ГМО, в том числе, мне кажется, бананы явно ГМО. И массовая культура, в которой радиация либо превращает вас в зомби, либо дает вам суперспособности. Кажется, что радиация что-то такое далекое, таинственное, опасное, загадочное. Но на самом деле с радиацией мы сталкиваемся каждый день. Вот график называется «Источники облучения населения России». Это голая статистика. Вот зеленые 26% — это радиация, которую мы получаем из естественных источников. Вы, когда идете летом в поход в горы, устаете, ложитесь на теплый, приятный гранитный камень. Помните, что на нем не только тепло и приятно лежать, но вы еще получаете свои положенные 26% естественной радиации от находящейся в этом граните с аллею урана. 43% красная доля — это радиация из техногенных источников. Это, в общем-то, те же самые куски гранита, которые находятся в бетоне, в стенах, в строительных материалах и облучают нас, когда мы находимся дома. Кроме того, в свою долю вносит ТЭЦ, которые сжигают каменный уголь, в котором тоже достаточно много радионуклидов. И ТЭЦ в хороший год по выбросу радионуклидов оставляет далеко позади все работающие сейчас энергоблоки атомных электростанций. Так что на самом деле радиации следует бояться от ТЭЦ. А вот 31% синий — это радиация из медицинских источников. Это именно то, про что я сегодня буду говорить. И на самом деле треть всей годовой дозы среднестатистические жители России получают именно в рамках ядерной медицины. На самом деле большая часть этих процедур — это на самом деле обычная флюорография, которую многие издают каждый год. Флюорография — это просто рентген, это просвечивание с рентгеновскими лучами, технология всем известная, начала применяться для медицины сразу же после своего изобретения в XIX веке. Вот известный рентгеновский снимок руки Анны Рентген с обручальным кольцом супруги, открывшего, собственно, сами лучи рентгена. И наверху фотография — результат до и после лечения новообразования. Операция проведена в 1899 году в Швеции. И тогда же, в начале XX века, вот уже высшие результаты было новообразование на кончике носа и нет его. Поэтому про рентген мы сейчас много говорить не будем. Технология, на самом деле, осталась практически без изменений. Было всего два крупных шага сделано в области, собственно, совершенствования рентгена для диагностики. За один из них была получена Нобелевская премия в 79 году. А вот фотография снизу — это терапия рака молочной железы тоже с помощью рентгена, и тоже в XIX век, начал XX. А медицинский физик на самом деле есть множество других интересных инструментов, которыми он пользуется, помимо рентгена. В первую очередь, это радиоактивные изотопы. И вот про их использование люди как раз знают очень мало. И сейчас я дам краткий ликвез. Радиоактивные изотопы — это, собственно, атомы, которые подвержены спонтанному радиоактивному распаду. При этом они излучают радиацию, которая выражается в трех видах основных. Это альфа-частицы, тяжелые заряженные частицы, два протона, два нейтрона. Бета-частицы, более легкие заряженные частицы, обычные электроны. И гамма-радиация — это фотоны. Энергии в них обычно гораздо больше, чем энергия у фотонов, которые мы воспринимаем как видимый свет. Но частицы те же самые. А когда медицинским физикам для лечения или диагностики нужны какие-то более экзотические инструменты, например, протоны, они используют ускорители частиц. Теперь надо поговорить немножко про предмет, с которым работают медицинские физики. Медицинские физики работают много с чем, не только в онкологии. Но поскольку мой бэкграунд в основном — это онкология, то я больше времени уделю ей. А вот слева на картинке вы видите руководство сицилийской Коза Ностра. Эти люди не подчиняются закону, эти люди неконтролируемо отбирают ресурсы государства, и эти люди внешне имитируют законы послушных граждан, чтобы их не арестовывали. А справа вы видите темные пятна, слева в левой части — это раковая опухоль. А клетки раковой опухоли не подчиняются внутренним механизмам регуляции организма, неконтролируемо отбирают у него ресурсы и тоже внешне пытаются казаться здоровой тканью, чтобы на них не набрасывался иммунитет. Собственно, методы борьбы с раковыми опухолями и даже методы их диагностики, они в чем-то всегда похожи на те методы, которыми полиция сначала расследует, а потом борется с организованной преступностью. Вот, например, если есть банда, которая грабит банки, или даже проще, чем мафия отличается просто от успешных бизнесменов? И те, и те богатые люди, и те, и те носят галстуки, и те, и те пьют вино в ресторанах. Но дело в том, что мафия свои доходы не декларирует, а богатые люди декларируют и платят налоги. Таким образом, если бы мы могли сделать меченые деньги и далее смотреть, у кого эти меченые деньги оказываются. Если окажется, что человек, у которого меченых денег много, он налоги с них заплатил, то это, наверное, законопослушный гражданин. А вот если мы видим большую массу этих меченых денег там, где не ожидается большого дохода и много налогов не заплачено, то это, наверное, доходы какие-то нелегальные. Примерно на этом принципе построена первая диагностическая процедура это сцинтиграфия. Берется что-нибудь, какой-нибудь носитель. Это какое-нибудь вещество, которое очень интересно клеткам опухоли. Оно интересно и здоровым клеткам, но клеткам опухоли особенно. Дается пациенту, но только в этом веществе находится какой-нибудь радиоактивный изотоп. И далее этот радиоактивный изотоп излучает, обычно это гамма-кванты, и эти гамма-кванты регистрируются с помощью флуоресцентной пластины. На пластине гамма-кванты вызывают свечение. На самой пластине находится много-много фотодатчиков, которые это свечение регистрируют. В результате мы видим, что человек светится изнутри, через эту пластину. И как только врач видит, что вот в почках, например, врач ожидает увидеть большое количество этого вещества, а вот, например, на большом пальце, там, где черная стрелка, он не ожидает его увидеть, и он думает, что, наверное, да, в большом пальце там находится метастаза опухоли. Откуда берутся эти изотопы? Изотопы для диагностики должны обладать некоторыми свойствами. Они должны быть короткоживущими, в первую очередь, потому что мы не хотим давать пациенту изотопы, которые будут находиться в его организме очень долго, и долго его облучать. Берутся изотопы, которые достаточно быстро распадаются, и в сроках жизни, период их полураспада обычно часы и минуты. Эти изотопы очень трудно довести от реактора, где обычно радиоактивные изотопы производятся, до больницы, потому что нужно либо строить больницу рядом с реактором, либо строить реактор в каждой больнице, что вообще неразумно. Поэтому в 40-х годах, когда, собственно, Манхэттенский проект привел к большому прорыву и в радиохимии, и в реакторных технологиях, в США были изобретены так называемые генераторы изотопов. Первым из них был генератор технеция. Работает он следующим образом. Известно, что технеций 99, который часто используется как изотоп для диагностики, получается в результате распада молибдена, долгоживущего. Период полураспада молибдена около 3 дней, период полураспада технеция 6 часов. Берется молибден. Молибден получается в результате облучения урановых мишеней на реакторе. Верхняя левая картинка – это российский реактор СМ, находится в Институте атомных реакторов в городе Димитровграде. Там вылучаются мишени, в них нарабатывается молибден. Далее этот молибден из мишени извлекается в таком вот шкафу защитном с помощью манипуляторов, потому что активности очень высокие. И помещается в такие вот свинцовые капсулы с защитой, которые уже потом разводятся по больницам. Далее в больнице врач, когда ему нужно получить немножко технеция, которая постоянно образуется в капсуле из-за распада молибдена, пропускает через эту капсулу специальный раствор, который не трогает молибден, но растворяет получившийся там технеция. И технеция просто вымывается из этой капсулы к врачу уже в флакон, который можно дальше использовать для проведения диагностических процедур. Как можно усовершенствовать имеющуюся синтеграфию? Она дает двумерную картинку. Иногда важно бывает увидеть картинку и в 3D. Иногда важно бывает увидеть слои, иногда важно бывает увидеть глубину, на которой находится опухоль. Для этого было проведено усовершенствование, за которое, кстати, было получено Нобелевское премиум в 79-м году, была изобретена компьютерная томография. При компьютерной томографии делается много снимков. Не один снимок сверху, а делается много снимков, при этом камера вращается вокруг пациента. Если я стою и на самом деле езжу, то камера будет двигаться вокруг меня. И из большого количества снимков по кругу, потом с помощью достаточно сложных алгоритмов обработки изображения, формируется трехмерная картинка, которую можно потом делить на срезы. Делать срезы уже поперечные. Как видно на этом рисунке, сверху компьютерная томография, полученная с помощью рентгена. Посередине это изображение, полученное с помощью гаммокамеры, это как раз места, где накопился радиоактивный изотоп. И внизу совмещенная картинка, которая позволяет увидеть нам, как это накопление изотопа совмещается с картинкой органов. И 3D-картинка крысы, полученная с помощью синтеграфии, уже справа вращается. Следующее усовершенствование, которое было сделано, оно тоже привело к значительному росту качества диагностики, это изобретение позитронной миссионной томографии. Это практически то же самое, что и предыдущая однофотонная томография, но только здесь используется антиматерия. Используются специальные изотопы, которые при распаде дают не электроны, и не гамма-кванты, а позитроны. Позитроны — это то же самое, что электрон, но имеет положительный заряд, это, в общем-то, античастица. Античастицы, когда встречают обратную частицу, они аннигилируют. Поскольку вокруг находящегося в теле пациента препарата электронов достаточно много, то позитроны аннигилируют практически сразу, пробег его максимальный, около единиц миллиметров, реально средний и очень низкий. И при аннигиляции они испускают не один гамма-квант, как это делает технеция, а сразу два. Причем эти гамма-кванты летят под углом 180 градусов друг к другу обратно, друг от друга. И тогда мы можем не крутить камеру вокруг пациента, а просто детектировать вот эти вот направленные в разные стороны фотоны, получившиеся в результате аннигиляции. И это дает нам гораздо больше временной разрешения, позволяет нам делать снимки чаще и позволяет нам делать снимки с улучшенным пространственным разрешением. Сейчас главная, пожалуй, надежда на развитие вот этой технологии связана именно с позитронной пассионной томографией, потому что там, возможно, удастся построить датчики, которые будут работать настолько быстро, и регистрировать вот этот прилет фотонов настолько с высокой частотой и скоростью, что мы сможем различать даже разницу во времени прилета фотонов в один датчик и в другой и определять, насколько далеко точка аннигиляции была от центра позитронно-миссионного томографа и определять не просто линию, на которой произошла аннигиляция, на которой находился изотоп, но и примерное место его нахождения, что позволит нам добиться разрешения картинки меньше миллиметра. Пока что разрешение и однофотонной томографии, и позитронной томографии – это единица миллиметров. К сожалению, для томографии используется самый используемый, часто используемый изотоп, который дает наилучшее пространственное разрешение, у которого наименьший пробег позитронов – это фтор-18. Производить его довольно тяжело, потому что для него нельзя сделать генератор. Его производят на циклотронах, которые устанавливаются прямо в больнице. Вот примеры картинок с позитронной миссионной томографией. Вот здесь тоже видно картинку в 3D, видны срезы, тоже совмещенные с обычным компьютерным томографом. Но вот мы очень быстро, я рассказал вам про методы диагностики, которые используются в ядерной медицине. Сейчас перейдем к более интересному, собственно, к тому, как все это лечить. Самый очевидный метод, который стал применяться еще при Марии Кюри, которая открыла радиоактивность – это имплантируемые источники. Одним из первых видов рака, который таким образом стали лечить, это был рак предстательной железы. Первая операция по имплантации радиоактивных игл в предстательную железу была проведена в начале 20 века, в 1917 году. А сейчас это происходит примерно следующим образом. Есть источники, вот они на картинке слева, они очень маленькие. Это источники йода-125, который испускает гамма-излучение, достаточно мягкое, имеет длинный период полу-распада. И нам нужно как-то равномерно расположить эти источники внутри предстательной железы так, чтобы доза внутри предстательной железы была равномерно высокой, а за ее пределами везде максимально низкой, потому что мы хотим добиться высокого соотношения дозы опухоль-железоровой ткани. Для этого используется компьютер. Врач на данных ультразвукового исследования в специальной компьютерной программе обрисовывает контуры органов, вот зеленым, желтым и синим там обрисованы органы, а компьютер дальше по этим контурам сам оптимально располагает источники известной активности, таким образом, чтобы добиться максимально равномерного поля, и далее выдает врачу команды на установку этих источников. Вот с помощью такого шаблона, практически игрово-морской бой, он говорит, на какой глубине нужно установить источник, в какую из ячеек шаблона, и врач с помощью игл эти источники выводит пациенту. И результат такой операции, вот он показан на картинке снизу, источники более-менее равномерно в предстательной железе на рентгеновском снимке. Эти источники и вообще такой подход к операциям достаточно широко распространен. Предлагаю угадать, или в конце могу ответить на вопрос, с поводу, для чего используются вот эти вот предметы, которые похожи на бутылочные крышки. Сверху они тоже с источниками, тоже имплантируются. Вопрос, для какого вида рака, куда они имплантируются. Следующий интересный метод терапии рака из ядерной медицины – это Selective Internal Radiation Therapy. К сожалению, нет русского устоявшегося перевода. Применяется он на Западе, он в России тоже в последние годы стал. Это особый метод терапии, основанный на накопленных знаниях о том, как устроена анатомия человека, о том, что метастазы рака кишечника чаще всего попадают в печень, причем попадают и не в печень, через печеночную артерию, по которой кровь от кишечника попадает в печень для фильтрации. При этом сама здоровая ткань печени, как правило, снабжается кровью через другую артерию, через воротную вену. И благодаря этому был придуман следующий хитрый способ. Сначала происходит диагностика. Вот на подсканировании стрелкой белой показано, где накопился тот самый радиофармпрепарат, второе делок и глюкоза в опухоли в печени. Далее с помощью компьютерного томографа строится трехмерная карта сосудов печени. Это наша карта операций. Здесь сосуды подсвечены разным цветом. Далее врач пережимает все сосуды, все ответвления, которые не ведут к отдельным метастазам. И вот как показаны картинки сверху, с помощью катетера, который вводится через артерию на бедре, доходит до печени и вводит в печень, в те ответвления, которые заканчиваются метастазами, маленькие стеклянные микросферы, как вариант полимерной микросферы, в которых вместо обычного стекла используется стекло с добавлением атомов Итрия. Радиоактивного Итрия-90, период полураспада 64 часа, пробег частиц около 2-3 мм. И эти микросферы, попадая вместе с кровотоком метастаза, застревают в капиллярах, которые находятся в большом количестве на их поверхности, и не проходят дальше. В нашей аналогии с организованными преступными группировками, это мы перекрываем таким образом канал поставки оружия в организованной преступной группировке, и одновременно с этим в последнем контейнере вместо оружия они получают группу спецназа, потому что микросфера не просто блокирует доступ крови в опухоль, но еще и облучает ее самую быстро растущую часть, ее поверхность. И, собственно, результат на картинке справа. Вот опухоль активно отбирала ресурсы, кушала сахар. Второй дизок и глюкоза – это аналог сахара. И во время, собственно, ПЭТ-исследования он накапливается там, где клетки быстрее всего делятся, в данном случае в опухоле. А вот через 2 месяца после терапии сахар больше там не накапливается. Активность опухоли значительно снизилась. А теперь будет немножко биологии. Я уже говорил про то, что используются специальные радиофарм препараты, которые по какой-то причине интересны клеткам опухоли, поэтому клетки опухоли их в себя накапливают. Сейчас я расскажу более подробно, что это за препараты, потому что они используются на самом деле для диагностики и для терапии одинаково. Это одни и те же препараты. Вопрос только в том, что для диагностики используются короткоживущие изотопы, которые быстро выводятся, которые обычно излучают мягкую гамма-радиацию. А для терапии используются те же самые носители, но гораздо более тяжелые изотопы, которые, как правило, это бета- или альфа-излучатели, которые отдают гораздо больше энергии и которые способны реально добиваться терапевтического эффекта, и которые медленнее распадаются. Примерный носитель – это пептид. Пептид – это очень короткий белок. Порядка десятка, нескольких десятков аминокислот. Вот он показан зеленой палочкой. К нему с одного конца, с помощью молекулы-хилатора, прикрепляется атом радиоизотопа. Смысл хилатора в том, чтобы с одной стороны крепиться к пептиду, с другой стороны удерживать внутри себя атом радиоизотопа. А другим концом пептид способен связываться с рецептором на поверхности раковой клетки и протаскиваться внутрь клетки, вот как показано на картинке. Далее, как только эти изотопы в клетке накопились, зачастую даже не один, они в радиоизотопах в процессе распада облучают клетку, окружающие клетки, дает с терапевтического эффекта. Пептиды – это история относительно новая. Она длится несколько десятков лет. Сейчас все еще это передний край науки, потому что все время открываются новые пептиды. Рецепторов у опухоли очень много. Для каких-то видов опухоли актуальны одни рецепторы, для каких-то другие. Не для всех подобраны хорошие пептиды, не для всех удачных с терапевтической точки зрения изотопов подобраны хорошие хилаторы. И сейчас, собственно, идет активный поиск, очень много публикаций на тему того, как бы еще улучшить этот процесс, сделать новый пептид, который будет либо лучше накапливаться в известных опухолях, либо поможет лечить другие опухоли. Еще одна более хитрая конструкция – это моноклональные антитела. Это уже из области радиоиммунотерапии, потому что вообще моноклональные антитела – это часть иммунитета, это специальные молекулы, которые способны связываться с определенными тоже веществами на поверхности клеток. Обычно они нужны для того, чтобы маркировать чужеродные клетки, всевозможные бактерии вредные для иммунитета, чтобы иммунитет потом их мог быстро распознать и уничтожить. Но их используют в том числе и в ядерной медицине, потому что одним концом моноклональные антитела могут прикрепиться действительно к каким-то антигенам на поверхности опухолевой клетки, если эти антигены известны, а на другой конец с помощью хилатора можно повесить тот же самый радиоактивный изотоп. Моноклональные антитела отличаются от пептид тем, что они не протаскиваются внутри клетки, а остаются висеть на поверхности. Поэтому если известно, что какое-то антитело очень медленно находит свою цель, то мы можем не вводить изотоп сразу, а ввести сначала только чистые антитела или, скажем, добавить в них немножко диагностического изотопа, подождать, пока все антитела либо закрепятся на своих опухолевых клетках, либо выведутся через почки, определить этот момент с помощью гамма-камеры, посмотрев на распределение диагностического изотопа, а потом ввести пациенту сам терапевтический изотоп, который дает большую дозу с хилатором, и он очень быстро может закрепиться на антителах и облучить раковые клетки. Вот здесь картинки с результатами такой терапии с колональными антителами и в качестве терапевтического изотопа использовался лютеций-177. У него период по распаду 6 дней, и особенность этого изотопа в том, что он имеет не только бета-распад, не только испускает электроны, которые, собственно, оказывают терапевтический эффект, но и имеет две гамма-линии, поэтому можно использовать в том числе и для диагностики на гамма-камере и смотреть за распределением моноклональных антител, что, собственно, здесь на этих изображениях и сделано. Моноклональные тела достаточно сложно производить. За моноклональные тела дали сразу две Нобелевские премии, одну за открытие самой концепции использования моноклональных антител, и еще одну Нобелевскую премию дали за, собственно, процесс их производства, за открытие технологии получения гибридом. Что такое гибридом? Дело в том, что для того, чтобы получить антитела, нам нужен по-хорошему живой организм, который эти антитела производит, потому что это сложная молекула, ее нельзя синтезировать просто так. Поэтому берутся мышки, им прививается опухоль, или они заражаются какой-то другой болезнью, которую мы хотим начать лечить. У них выделяются клетки-селезенки, которые производят эти антитела. Но эти клетки, они вне мышки долго не живут. И хотя они имеют способность производить нужные нам антитела, просто так их использовать не получается. Поэтому был изобретен способ соединения этих клеток с клетками миеломы, это культура клеток опухоли. Они ничего полезного делать не умеют, зато могут неограниченно делиться и живут вечно. Поэтому в результате получаются клетки, которые живут вечно и производят нам антитела. Далее эти клетки хитрым образом фильтруются, отбираются. Получается чистая клеточная линия, которая производит нужное нам моноклональное антитело. Он, собственно, называется поэтому моноклональным. И уже вот этот процесс можно делать промышленным, выращивать эти культуры клеток в масштабах больших чанов, биореакторов и производить моноклональные антитела уже в промышленных масштабах. Проблема в том, что антитела, скорее всего, будут получаться все равно мышинами, не похожими на человеческие. И там есть целая проблема по тому, как их превратить в гуманизированные, в человеческие. Это тоже отдельная технология. Собственно, последний метод терапии, про который я хочу сегодня рассказать, это протонная терапия. Это внешнее облучение, но только вместо обычного рентгена здесь используется источник протонов. Дело в том, что протоны, в отличие от фотонов, не оставляют всю свою энергию, вот серый график, в самом начале своей траектории, а оставляют всю свою энергию в самом конце. Там, куда они прилетают, вот как катапульт, а пока летит ядро, оно может шапки срывать с людей по дороге. Но самое главное разрушение будет там, куда оно упадет. Поэтому, если мы будем облучать человека просто фотонами, то первое, что мы получим, это ожог у него на коже, и только потом мы получим какую-то заметную терапевтическую долю в опухоли, которая находится в глубине. А с помощью протонов мы можем, меняя скорость протонов, получать большие терапевтические дозы на любой глубине, которой захотим, и при этом не поражая ткани, которые лежат до этого. Но проблема в том, что протоны — это все-таки тяжелые заряженные частицы, и получать их не так-то просто, для этого тоже нужен циклотрон, а главное, ими сложно управлять. И для того, чтобы эти протоны получать, требуется целый протонный центр с циклотроном в верхнем левом углу этого фотография, и огромными установками, называемой гантри, которые занимаются тем, что управляют с помощью магнитного поля, тем самым пучком протонов, направляя его в нужное место, в нужное место, где находится опухоль человека. И точность управления пучком протонов настолько высока, что когда человеку планируют операцию, делают диагностический снимок на томографе, на него надевают специальную эластичную маску, которая потом затвердевает, и когда начинается терапия, эту маску надевают на него снова, что обеспечивает его неподвижность и фиксацию ровно в том же самом положении, в котором делался снимок, потому что вопрос точности здесь идет тоже на миллиметры, и чтобы не терять эту точность, полученную с помощью использования протонов, здесь человек таким образом фиксирует. Ну и, наконец, последняя мысль, которую я хотел рассказать, это опасна ли радиация. ГМО, как мы узнали, не очень опасна или вообще безопасна. А радиация, на самом деле, несмотря на свою большую роль в медицине, она все-таки опасна. И даже к медицинской радиации следует относиться с осторожностью. Для того, чтобы понимать масштабы, я привел здесь несколько цифр, что такое миллизиверт, я рассказывать не буду, но достаточно понимать, что смертельная доза – это от 5000 миллизиверт, а доза, которую мы получаем из естественных источников, просто так, находясь, живя в России, это около 3 миллизивертов. Доза, которую разрешено получать профессионалам без риска того, что у них статистически повысится заболеваемость раком – это профессионалы, это те, кто, например, работает с помощью манипуляторов, делает генераторы техниции. Это 20 миллизиверт в год. Теперь давайте посмотрим на процедуру. Самая распространенная процедура – это флюорография. Доза меньше миллизиверта. Причем, если это старый парад с пленкой, это десятые доли миллизиверта, а цифровая современная флюорография – это вообще сотые доли миллизиверта, на самом деле не очень значимо. Рентген руки, поскольку рука – это не очень жизненно важный орган, здесь вообще тысячные доли миллизиверта. А вот теперь давайте посмотрим на компьютерную томографию грудной клетки, которую уже врачи стараются назначать только в самых крайних случаях, и про которую, несмотря на то, что можно сделать за деньги в любом частном медицинском центре, про которую нужно 10 раз подумать. Потому что ее доза – это уже единицы миллизивертов, это практически два года обычной жизни, и практически половина дозы, которая разрешена профессионалам. Позитронно-эмиссионная томография, в которую вводится и радионуклид, и в которой происходит облучение за счет проведения компьютерной томографии, доза может даже превышать разрешенную годовую дозу для профессионалов, но и поэтому врачи стараются такую процедуру назначать, только когда в этом есть реальная необходимость. И когда это медицински обоснованно, это снижает какие-то другие более высокие риски. Ну и, наконец, обычная синтеграфическая процедура – исследование почек с изотопом технеция. Это примерно 2 миллизиверта. Как понимать эти цифры? Нужно всегда пытаться поговорить с врачом и оценить риски. То, как врач видит ваши риски, которые вы можете снизить или убрать, сделав какую-либо диагностическую процедуру, и взвесить их со своим соотношением. В принципе, врачи всегда обязаны сообщать пациенту о дозовой нагрузке, которую они получат в результате исследования, и вносить эти данные в карту, и даже считать, какую нагрузку пациент мог получить уже ранее от других исследований. Но всегда об этом важно помнить и важно знать. И когда вы, не дай бог, попадаете в больницу, и вам назначают какое-нибудь исследование, в котором происходит… Есть слово «графия», иногда «скопия» или «томография». Всегда бывает полезно спросить, узнать и понять для себя, нужно это вам, и что по этому поводу думает ваш врач. Спасибо. На этом закончим. Блин, я в жизни столько нового не узнавал. Так как я привилегированный слушатель, первая мысль по поводу того, что угадайте, для чего та пробка из-под бутылки была. Это моя версия, что для лечения рака молочной железы. Хорошая попытка, но нет. Принимаются еще варианты. Далее, вот у меня… Не, верни, верни. Я сейчас… Логотипы? Вот там, где цифры. А, да. Вот, 18-26. Что может быть с организмом при таких показателях? Вот, миллизивитров. На самом деле особо ничего, потому что доза, которая статистически значимо приводит к повышению риска возникновения рака, это 50 миллизивитров в год на протяжении нескольких лет. От того, что в какой-то год получите 30 и в следующем году это не повторится, ничего ужасного, по крайней мере, статистически значимо не произойдет. А чего тогда надо бояться? Дело в том, что с одной стороны статистически значимо не произойдет, с другой стороны есть другие данные, что дозы все равно накапливаются за всю жизнь полученные и нет смысла увеличивать, приближать вот этот вот самый порог статистической значимости без лишней необходимости. Кроме того, сильно зависит от того, если вдруг ты девушка, то может быть иногда более актуально, иногда менее актуально, в зависимости от семейных планов, положения и так далее. Давайте вопросы. Спасибо за лекцию, очень интересно. Вопрос такой. Вы говорили о производстве моноклональных антител, собственно в промышленных масштабах, и говорили, что их изначально получают от мышей. И в дальнейшем необходимо их иммунизировать. А почему, собственно, нельзя сразу делать человеческие антитела? Ведь мышей необходимо заражать, прививать им что-то, а у людей эти болезни уже есть. Хороший вопрос. Я точно не знаком со всеми тонкостями производства моноклональных антител, потому что это не совсем была моя область. Но я достаточно точно могу предположить, что дело находится в том, что здесь нужны для того, чтобы нам получить хорошую, хорошо работающую культуру, нам нужна далеко не одна мышь. Нам нужно много стандартных, генетически очень близких мышей, которым мы будем вводить стандартизированную одинаковую болезнь, стандартизированную одинаковую одну и ту же линию раковой опухоли. И этих мышей нужно будет действительно очень много. И поиск одной гибридомы, создание одной гибридомы, насколько я знаю, занимает месяцы, даже когда этот процесс поставлен на поток. Если же мы будем брать разных пациентов, которые в каких-то разных условиях заболели с каждой своим индивидуальным раком, хотя он может быть даже похож, что может быть она близкий друг другу опухоли, мне кажется, что этот процесс может затянуться на десятилетия. Поэтому проще использовать мышей, а если на эти моноклональные тела появляется иммунная реакция, то можно использовать генномодифицированных мышей. Собственно, это один из способов получения гуманизированных моноклональных антител. Вопрос был про то, сколько существует видов рака. Видов рака существует очень много, это сотни. Но всегда их можно дробить еще мельче, потому что рак это не очень однородная болезнь. Рак это серия генетических нарушений. И здесь можно классификацию дробить очень далеко, зависит от того, насколько мы хотим их различать между собой. Тогда можно у меня следующий вопрос? Во-первых, огромное спасибо за интереснейшую лекцию. И во-вторых, я хотела спросить, что дальше происходит с имплантами, которые ввели в организм, вот с этими иглами в предстательной железе, с шариком в печени. Человек так и остается жить с ними или их потом как-то достают? И что с ним происходит? Да. Как правило, твердые имплантируемые источники остаются дальше у человека на всю жизнь. Но они делаются, как правило, из гипоаллергенных, никак не взаимодействующих с человеческим организмом материалов, и после того, как распадаются все радиоактивные изотопы, которые находятся внутри них, они просто остаются и никак дальше не взаимодействуют с организмом, и человек их не замечает. Ай, еще краткий вопрос. А с мышами-то что происходит, из которых селезенки добавляют клетки? Они героически погибают? Я полагаю, что да. Грустно. Такова реальность биологии. Спасибо. Здравствуйте. А вот сейчас набирает популярность вместо рентгена визиограф. И говорят, что вроде как он уменьшает, ну, доза уменьшена в нем. Это правда? Лучшая альтернатива рентгену, компьютерной томографии на самом деле магнитно-резонансная томография, потому что это высокое разрешение. И вот, пожалуй, в качестве лучшей альтернативы следует именно туда смотреть, если прямо уж очень бояться доз. Но МРТ не является заменой, конечно, полностью КТ, но тем не менее, что касается визиографов, не готов там детально обсуждать сейчас технологию. То есть недостаточно подкован именно в вопросе визиографов. Еще вопросы? Алло, да, спасибо. Слушаю вас. Вопрос такой, на самом деле, разница между ПЭТ и ядерно-магнитным резонансом. Что можно увидеть на одном, чего нельзя увидеть на другом? ПЭТ и МРТ – это очень разные вещи. МРТ – это близкий аналог КТ, близкий аналог компьютерной томографии, близкий аналог рентгена. ПЭТ – это функциональная диагностика. Мы смотрим, где накапливается изотоп. МРТ – мы смотрим, где находятся какие ткани. Поэтому более корректный вопрос здесь. Чем отличается ПЭТ от МРТ, а чем МРТ отличается от КТ? КТ видит в первую очередь твердые ткани, кости, а МРТ видит, где находится больше воды у вас в организме. Очень грубое приближение, но примерно так. С помощью ядерного магнитного резонанса можно увидеть опухоль? Если она отличается как ткань своей плотностью, то да, но, как правило, не очень четко и не всегда можно оценить ее функциональные характеристики, то есть насколько она активна, насколько активно делятся клетки, насколько быстро она растет. Все это будет видно на диагностике с радиоизотопами, потому что это будет видно по тому, насколько быстро, насколько много сахара она, например, в себя затягивает или насколько богаты ее клетки какими-нибудь поверхностными антигенами или рецепторами. Спасибо. А подскажите, пожалуйста, то есть при МРТ человек не получает никакой дозы? Радиации нет, МРТ основана на магнитном поле, и оно не оказывает никакого действия к радиации. Все, больше вопросов нет? Подскажите еще, вот вы говорили, что радиация накапливается в течение всей жизни, но при этом изотопы распадаются и больше не излучают. Могли бы вы пояснить, где конкретно она накапливается в течение всей жизни? Накапливается не радиация, а доза радиации, которая в биологическом смысле больше всего выражается в получившихся при делении клеток ошибках транскрипции ДНК. То есть это радиация, основной биологический эффект это нарушение, возникновение ошибок мутации вашей ДНК при копировании. И вот эти ошибки накапливаются, и они будут накапливаться от любой даже незначительной дозы в различных тканях. Вопрос в том, насколько эти ткани критичны для дальнейшей жизнедеятельности. Если это частички кожи, может быть не очень критичны, а если это красный костный мозг, то может быть очень критичны. Поэтому для разных органов эта доза даже может по-разному накапливаться от одного и того же изотопа. Спасибо большое за лекцию, очень интересно. И вот проскочил слайд гамма-нож, я знаю, что это набирает сейчас популярность, почему о нем не рассказали? Да, Роман на меня смотрел суровым взглядом, и я решил, что нет времени, могу рассказать сейчас. Гамма-нож это попытка сделать... Внешнюю лучевую терапию, когда мы облучаем прямо насквозь, более безопасно и добиться хорошего соотношения дозы на опухоль по сравнению с дозой на здоровую ткань путем использования большого количества пучков. То есть если мы светим с 10 сторон, скажем, в опухоль, которая находится в голове, то у нас здоровая ткань мозга получает каждую одну десятую общей дозы, а вот опухоль, на которую направлены все 10 пучков, получает их сумму. И тоже используется такой большой шлем, в центре которого находится опухоль, и лучи светят насквозь, и таким образом там с каждой... все они суммируются только в той точке, где находится опухоль, и это снижает дозу на здоровые ткани. В принципе, как более дешевый вариант для протонной терапии, он используется сейчас, сделан было в 70-х, по-моему, в Швеции, варсом и лекселом. Все, спасибо большое Владимир Егоров. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ